Большинство барабанщиков, когда слышат фразу прогрессив металл, представляют себе Майка Портнова. Именно он ассоциируется у многих с иконой этого жанра музыки. За свою профессиональную карьеру Майк получил множество всевозможных наград, в том числе неоднократно был признан лучшим драмером. Но считают ли его коллеги по цеху, что он заслуженно приковывает к себе так много внимания? Или же Майка воспринимает как переоцененного барабанщика? Добро пожаловать на канал Драм Галакси Шоу! Меня зовут Варламов Игорь. Сегодня я расскажу вам о том, что думают популярные личности о Майке Портнов. А также вы узнаете, как чувствует себя Майк Манжини на месте Портнова в группе Дрим Театр. Усаживайтесь поудобней и поехали! Друзья, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои онлайн уроки игры на барабанах. Для каждого ученика я составляю индивидуальные планы занятий в зависимости от ваших целей. Я полностью контролирую процесс обучения и всегда на обратной связи. Я помогу улучшить ваши навыки игры, потянуть слабые стороны и добиться поставленных целей. Обучаю как новичков, так и барабанщиков с опытом. Первый урок бесплатно. Пишите мне в любую из социальных сетей и мы договоримся с вами о занятиях. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Мэтью Сандерс, также известный как M.Shadows, фронтмен группы Avenged Sevenfold. В 2009 году неожиданно для всех ушел из жизни их барабанщик Джимми Салливан по прозвищу Рэф. Тогда для записи грядущего альбома коллектив нуждался в новом драмере. И им на помощь пришел портной, с которым Avenged Sevenfold выпустили альбом Nightmare. Майк записал барабанные партии, отталкиваясь от наработок и черновиков, которые оставил Рэф. После такого сотрудничества музыкантов, M.Shadows сказал о портном следующие слова. Майк по-настоящему талантливый барабанщик. То, что он пришел нам на помощь, это большая честь. Портной смог сохранить особенности стиля игры Рэфа. Это как раз то, в чем мы нуждались. Насколько мне известно, Рэф и Майк с уважением относились друг к другу. Я уверен, что для портного это также было дань уважения коллеге по цеху. Во время этой работы для меня Майк раскрылся как человек, так как ранее мы не общались так плотно. Он очень вежливый, доброжелательный, умеет прислушаться ко мнению окружающих. Эти моменты имеют особую ценность при работе в команде. Стив Морс, гитарист группы Deep Purple. В 2012 году Майк Портной основал группу Flying Colors, в составе которой также был Стив. В одном из своих интервью Морс делился впечатлениями по поводу этого музыкального проекта, в том числе высказался о портном. Майк удивительный человек. За свою карьеру он успел поучаствовать и быть основателем множества музыкальных групп. Его трудолюбию и фанатичному отношению к музыке могут многие позавидовать. Работая над Flying Colors, мы очень легко находили общий язык с Майком. Мы во многих вещах мыслим с ним одинаково. Однако, даже если и были бы в чем-то разногласия, то портной всегда шел на компромисс. Он абсолютно не конфликтный человек. И это одно из самых важных качеств, которые я ценю в людях. Теперь узнаем о том, что думают о Майке другие барабанщики. Начнем с Ларса Ульриха, драмера группы Metallica. На одном из американских телевизионных шоу Ларс встретился с Майком, который сыграл отрывок из песни Metallica One, а также исполнил барабанное соло. Ульрих был приятно удивлен и восхищался игрой портного. Вот что он сказал. Майк настоящий барабанщик-виртуоз. Я всегда с удовольствием слушаю то, как он играет на ударной установке. Для меня сегодня была честь, что он исполнил небольшой фрагмент из моей партии Metallica. Майк также сказал, что я был одним из тех, кто вдохновил его играть на барабанах. Мне очень приятно. Но сейчас я с уверенностью могу сказать, что это сработало и в обратную сторону. Я давно слежу за Майком. Он уже многие годы вдохновляет меня самого. Дэнни Керри. Барабанщик группы Tool. В одном из своих постов в Твиттере Майк выразил свой респект Дэнни, написав, что он превосходный драмер. В одном из своих последующих интервью Керри также высказался по поводу портного. Мы с Майком являемся одними из представителей такого жанра, как прогрессив металл. Мы примерно в одно время начали становиться узнаваемыми и развивать наш любимый стиль музыки. Для меня Майк всегда был тем, на кого я равнялся. Он не дает мне расслабиться и держит меня в тонусе. Своим трудом и упорством он показывает, каких успехов можно достигнуть и как круто можно играть на барабанах. У нас с Майком очень теплые дружеские отношения. Я всегда рад, когда мне удается с ним пересечься и поболтать по душам. Нил Пирт. Ныне ушедший жизни. Барабанщик группы Rush. Ни для кого не секрет, что Нил был одним из самых любимых драмеров Майка. К счастью, оба этих барабанщика успели не раз пересечься за свою карьеру и поделиться приятными словами друг о друге. Так, в свою очередь, Нил однажды высказался о портном. Мне приятно слышать от Майка, что я являюсь одним из его любимых барабанщиков и что я мотивировал его в юности заниматься игрой на ударной установке. Значит, моя работа была не напрасна. Если я действительно был тем, кто вложил хоть малую часть в то, насколько великолепно играет Майк, то для меня это большое достижение. Портной очень открытый и приятный в общении человек. Я рад, что среди моих коллег по цеху есть такие замечательные люди. Джои Джордисон, ныне ушедший из жизни, барабанщик группы Slipknot. Он достаточно тепло общался с Майком и его семьей. Однажды, когда Джои узнал, что сын портного фанатейт от Slipknot, то выслал ему очень много мерча группы. Рубашки, худи, рюкзаки и многое другое. Также был случай, когда Майка пригласили в тур Savage Sevenfold, и он не мог определиться, соглашаться или нет. Тогда портной позвонил Джои и спросил совета, так как у Джордисона на тот момент уже был опыт работы со сторонними коллективами, помимо своей основной группы. Наблюдая за их дружеским общением, один из журналистов поинтересовался у Джои про его отношения к портному. Вот что он ответил. В начале своего творческого пути я рос на Майке и безумно его уважаю. Мне приятно осознавать, что у нас с ним такие теплые дружеские взаимоотношения, причем это относится и к его семье. Я также хорошо общаюсь с его сыном. В Максе я вижу себя, того юного фанатичного барабанщика, который стремится стать частью музыкальной тусовки. Макс Портной Сын Майка, который играет на барабанах в таких группах, как Таллах и Нексту Нон. Разумеется, его отец оказал на него большое влияние, чтобы выбрать такой же путь стать профессиональным драмером. Вот какие теплые слова Макс говорил о своем отце. Мой папа, мой большой мотиватор. С самого раннего детства я знал, что когда вырасту, хочу быть похожим на него и пойти по его стопам. Я отдаю все свои силы при занятии на барабанах и не могу себе позволить подвести своего отца. Я чувствую, что окружающие ждут от меня, чтобы я повторил его успех. Действительно, в этом есть доля моей миссии, но психологически бывает сложно постоянно держать это в голове. Что касается человеческих качеств, то с отцом я могу поделиться любыми своими переживаниями и всегда прислушиваюсь к его советам. Я горжусь, что у меня такой папа. Майк Манжини. Действующий барабанщик группы Dream Theater. Несколько раз в интервью Портному задавали вопрос про его отношение к Манжини, на что он отказывался отвечать. В свою очередь Манжини не стал игнорировать вопросы о Портном. И вот что он сказал. Когда я играю партии Майка, то всегда восхищаюсь, как превосходно он их сочиняет. Мне приятно продолжать его дело в такой культовой группе, как Dream Theater. Я прекрасно понимаю, что для него это не просто покинуть такой значимый проект. Но раз мне выпал этот шанс, то я сделаю все возможное, чтобы группа так же круто звучала, когда в ее составе был Портной. На этом заканчивается сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, как вы относитесь к Майку Портному. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Также рекомендую посетить мой сайт drumgalaxy.ru. Инстаграм, тикток и паблик ВКонтакте. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока!